Здравствуйте! Вы смотрите дебаты, организованные Акчен ТВ в связи с всенародными выборами президента Молдовы. Сегодня свою позицию должны были изложить доверенные лица кандидатов на высший государственный пост. Михаил Гимпу, лидера ЛП, должен был представить Иоанн Чебану, Майю Санду, лидера ПАС Владимир Боля. Мариан Лупу, как известно, на дебаты не является, и это значит, что отведенное ему время аннулируется. К сожалению, у нас пока на этот час пришел только господин Боля. Я вас приветствую. Добрый вечер. Не знаю уж, с чем связано отсутствие представителя Михаил Гимпу. Мне сложно вериться в то, что виноваты те самые пробки, в которых многие винят генерального примара, но тем не менее ситуация такова, какова она есть. Я сейчас расскажу о правилах для вас и для наших телезрителей. Каждому кандидату, участвующему в дебатах, мы предлагаем 15 минут чистого времени, которые он вправе использовать для прояснения своей программы. На дебатах воспрещается оскорблять, унижать, перебивать своего оппонента. Итак, давайте начнем. Две минуты у вас для того, чтобы вы охарактеризовали своего кандидата в президенты. Какими такими качествами, на ваш взгляд, обладает Майя Санду, исходя из которых за нее, с вашей точки зрения, должны проголосовать избиратели? Спасибо за вопрос. На сегодняшний день наше общество нуждается в переменах. Об этом мы все говорим ежедневно, об этом все обсуждают каждый день. В принципе, мы на сегодняшний день хотим поменять политический класс, что является для нас приоритетом номер один для всего нашего молдавского общества. Потому что мы видим, что Молдова сама по себе как государство с ее нынешним политическим классом пришла к так называемому банкротству. То мы имеем политический класс банкрот, мы имеем парламент банкрота, мы имеем в прямом смысле этого слова. Исходя из этого, перед всем народом стоит как приоритет номер один поменять весь политический класс, как класс, который не может, в принципе, привести страну к лучшему и к лучшим изменениям. Один из первых рубежей, который мы хотели бы достичь и поменять в стране, вот это президент страны. В принципе, в 2016 году изменилась конституция и весь народ может избрать президента. В принципе, почему мы выдвинули и поддерживаем Майю Санду на эту должность? Потому что, на наш взгляд, она является единственным кандидатом, который соответствует нынешним требованиям и особенно требованиям современного развитого общества. Они являются как таковыми. Во-первых, она очень высокий профессионал, у нее очень хорошее образование. Это образование она доказала тем самым, что она поступила, работала в Международном валютном фонде. Она работала у нас в Министерстве экономики, начальником департамента. Она работала и имела высокие, хорошие успехи, работая в качестве министра образования. То есть, мы говорим о высокообразованном человеке, который имеет высокие профессиональные качества. И несмотря на то, что она была по своей подготовке к экономистам, она прекрасно справилась в должности министра образования. Спасибо вам за ответ. У нас раунд второй. Как правило, я задаю его по полномочиям президента. Те полномочия, которые прописаны в основном законе, в Конституции Республики Молдова. Статья 73 Конституции говорит о том, что у президента есть право законодательной инициативы. Кроме всего, мы знаем, что президент может промульгировать законы. А может, конечно, и не промульгировать. У меня к вам такой вопрос. Какой законопроект готова предложить первым в качестве главы государства Майя Санду? И второй, промульгировала ли она бы те самые законы, которые промульгировал господин Тимофтий, которые взваливают все бремя кражи миллиарда на плечи простых граждан? Три минуты. Да. Безусловно, что касается кражи миллиарда, я думаю, что Майя Санда никогда бы абсолютно не промульгировала бы вот этот закон. Этот закон является антинародным. И, в принципе, тот факт, что его промульгировали на сегодняшний день, любой президент, который придет к власти, он просто обязан, он просто как первая обязанность имеет инициировать так называемую анкету международную вот этого... Следствия. Следствия, да. Международное следствие. Чтобы выявить виновных, обязательно наказать, найти деньги, вернуть обязательно обратно государству вот эти деньги. Я считаю, что, в принципе, это является приоритетным, учитывая, что наш ВВП на сегодняшний день 3,2 миллиарда евро. При том, что украли 1 миллиард, то мы говорим о том, что украли 30% нашего валового продукта. То есть, не валового продукта, а резервного фонда нашего Национального банка. На сегодняшний день мы говорим о огромнейшей краже, которая по всем статьям на сегодняшний день абсолютно не расследуется. То есть, если ответить коротко, она бы никогда не промульгировала бы этот закон. Эти законы. Эти законы, да. А теперь в отношении того, обладая правом законодательной инициативы, вы наверняка об этом говорили, какие законопроекты готовы предложить госпожа Санду в роли президента? Вы знаете, в Республике Молдова на сегодняшний день, я думаю, что ожидает в своей промульгации огромное количество законопроектов, которые могли бы привести к процветанию нашего государства. Мы говорим сейчас и об договоре, ассоциированном с Евросоюзом, который, в принципе, сейчас запущен. Простите, пожалуйста, есть тонкий нюанс между промульгацией и авторством законопроектов. Я сейчас говорю об авторстве президента. Это когда поступают документы в парламент, и автором пишено «прешидиньте», да? Да. То есть, какие законы, с точки зрения Майя Санду, нам сегодня жизненно необходимы? Не принятые уже, а она автор. Ну, я думаю, что, в принципе, если придет в власти, то там есть огромное количество законов, которые она должна принимать, исходя из тех необходимостей того момента и то, что будет требовать непосредственно в момент разрешения этого вопроса. То есть, вы пока не готовы четко понимать? Абсолютно, да. У вас есть еще время, вы можете изъяснять свою позицию, вот у вас до трех минут буквально? По поводу? Ну, по этому поводу, по поводу инициативы президента и ее прав? Ну, по поводу инициативы президента, допустим, один из факторов, если мы продолжим по миллиарду, и второй вопрос, она могла бы инициировать вот это международное следствие, это одно. Во-вторых, она могла бы, безусловно, будучи президентом, поработать, что касается при выборе генерального прокурора. То есть, если мы знаем закон о прокуратуре на сегодняшний день, что он не назначается никем, он выбирается высшим советом, абсолютно прокурорским советом, до этого момента все кажется абсолютно демократичным, абсолютно прозрачным, абсолютно, то есть, согласно всем европейским и современным нормам. Но по-любому, вот эта личность должна быть абсолютно честным и абсолютно неангажированным политически, понимаете, то есть, он ни от кого не должен зависеть. Потому что мы всегда знаем, что нам выставляют вперед людей, которые за спиной имеют огромный багаж политический, то есть, мы имеем на всех уровнях, имеем в должностях государственных чиновников, которые 100% ангажированы политически. Что это значит? Это приводит, в принципе, к тому, что он зависим от политической партии. Это всегда плохо. Это всегда плохо, и это всегда идет наперекор с интересами государства. Спасибо. Следующий вопрос тоже по полномочиям президента. Глава государства может потребовать от народа изъявления его воли по вопросам общенационального значения путем референдума. Ну, вы знаете об этом, да? По каким вопросам ваш кандидат готов инициировать проведение референдума в Республике Молдова и готова ли она раз и навсегда решить на референдуме вопросы вектора, языка и нейтралитета? Безусловно, референдум является одним из способов, учитывая, что мы не имеем в парламенте ни одного депутата в парламенте, мы не являемся политической партией с представителями в парламенте, а референдум был бы одной из возможностей, которую мог бы инициировать президент, чтобы изъяснить волю народа по одному или другому вопросу. Что касается вектора политического, то, в принципе, нет, я не думаю, что нет, есть такая необходимость. Любой президент и любой политик, приходящий к власти Республики Молдова, должен думать об интересах экономических, политических и социальных граждан Республики Молдова. И, в принципе, выборы в парламент или выборы в другие органы власти, они всегда выражают тот или иной вектор. И, учитывая, что выбор на сегодняшний день в Молдове имеет очень высокий процент геополитики. Мы, как люди, никогда не выбираем политические программы, мы, как люди, никогда не выбираем то, что сделает этот президент или другой политик, или другая политическая партия. Мы всегда смотрим на вектор, с моей точки зрения, это очень плохо. Вот мы перед началом передачи говорили про нашего примара, мы его выбирали по геополитическим векторам, понимаете. И мы в итоге имеем очень плохого мэра города, который никак, никаким образом не соответствует этим... Ну, вот смотрите, а был бы референдум, население большая часть ответила бы тем или иным образом. И было бы понятно власти, да, в принципе, в какую сторону нам необходимо двигаться. И вопросы были бы закрыты. Может быть, действительно стоит об этом подумать? Стоит подумать. Но вы понимаете, что необходима, во-первых, очень хорошая подготовка этого референдума. О чем я говорю. То есть нужна подготовка информационная. Люди должны получить очень огромное количество информации. Они должны иметь и про, и за, или про восточное, или про западное. Потому что мы на сегодняшний день видим такое положение вещей. Есть большой процент, он меньше 50% людей, которые смотрят, допустим, на восточный вектор, на так называемый таможенный союз. А есть такое же примерно количество людей, которые смотрят на запад. Хотя с экономической точки зрения на сегодняшний день самым большим нашим экономическим партнером является запад. Самым большим экономическим партнером. Я поняла с вектором, да. Теперь в отношении референдума, в отношении названия языка и нейтралитета. Готова ли она по таким вопросам провести референдум? Ну, в Молдове объявлено, что государственный язык является румынским. С моей точки зрения, это абсолютно правильное название языка, которое говорит 85% населения Республики Молдова. И это является абсолютно правильным. То есть ты по этому вопросу тоже не будешь референдум? Я не вижу, я не знаю, мы не говорили с ней по поводу этого референдума, но с моей точки зрения, я не думаю, что есть необходимость в таком референдуме. Так, и по поводу нейтралитета? Вы понимаете, что мы смотрим на нейтралитет Республики Молдова, как на метод обеспечения, стопроцентное обеспечение безопасности своих граждан. Если на сегодняшний день вот наш нейтралитет, позиция наша обеспечивает стопроцентную безопасность Республики Молдова нашим гражданам, то, безусловно, мы это будем поддерживать. То есть тоже референдум проводить не собираетесь? Абсолютно нет смысла сегодняшний день. То есть все три нет. Поняла. Следующий раунд. Точно так же у вас есть три минуты. И этот раунд касается моего личного вопроса. Вот смотрите, госпожа Санду 30 марта 2016 года заявила следующее в одном из интервью. Я позволю себе дать ее цитату. Если бы состоялся референдум по вопросу объединения Молдовы и Румынии, лично я бы проголосовала «за». Было такое. Получается, что Майя Санду, в принципе, априори, претендуя сейчас на самый высший пост в государстве, готова от него потом отказаться, его аннулировать. Это так? Конечно, нет. А как? Ну, а как? В принципе, она говорила как физическое лицо, как человек, просто как человек, будучи своей этнической принадлежностью, она румынка, говорит на румынском языке. Безусловно, как любой, допустим, гражданин русского этноса в Молдове, если на сегодняшний день его спросить, если он согласен к объединению с Россией, он проголосует и скажет, что да, если мы говорим про другую этническую принадлежность. Это во-первых. Во-вторых, если мы говорим про референдум, то это является высшим волеизливлением народа. И только народ в своей общей сложности, всех этносов, абсолютно всех этносов, в своем большинстве должны проголосовать за или против этого объединения. Понимаете? Один политик даже... То есть она все-таки считает, что референдум по этому вопросу, она готова проводить референдум? Нет, она не готова проводить референдум по этому вопросу. Абсолютно. Так, поясняйте. А что тут пояснять? Вообще на сегодняшний день они думают, что... Нет, вы понимаете, как ситуация выглядит таким образом. Человек говорит, я претендую на должность президента. А до этого, это уже 30 марта, тогда, когда уже, в принципе, известно решение Конституционного суда. Она говорит, что если будут вопросы об объединении, значит, Молдовы и Румынии, я проголосую за. То есть, получается, наш пост президента аннулируется? Нет. Я вам отвечу коротко на ваш вопрос. Майя Санду не является унионистской, и партия ПАС не является унионистской. То есть, эти заявления необходимо дезавуировать? Эти заявления нужно принимать как таковые, и все. Предыдущие? Да. То есть, к ним прислушиваться уже не стоит? Это ее личное мнение, это не мнение президента Республики Молдова. Это мнение кандидатов президента. Согласитесь, что это важно, мы должны знать. Это говорит только о том, что это человек абсолютно искренне говорит и отвечает на все вопросы. То, что, да, отвечает на вопросы, это вот с вами сразу же соглашусь. Сегодня для Майя Санду был неплохой день, считают некоторые. Смотрите, в ее защиту высказался господин Антой. Да. Да. Ну, вы сказали, что представители геев и лесбиянок. Мне вот люди как бы в соцсетях уже комментируют этот факт. С вашей точки зрения, вот представители сексуальных меньшинств, их поддержка, оно добавит очков госпоже Санду, либо наоборот? В принципе, мы говорим про граждане Республики Молдова, и мы как воспитанные европейские люди, мы не должны обращать абсолютно внимания на сексуальную ориентацию людей, являются они секс-меньшинствами или секс-большинством. Это абсолютное личное дело каждого человека, и для нас это не является никакой проблемой или помехой. Поэтому абсолютная воля излюбления людей без проблем, абсолютно. Это граждане Республики Молдова, которые собрались в какое-то общество, которое представляется по секс-интересам, секс-меньшинств, и они объявили о своем поддержке нашего кандидата. То есть, если я правильно понимаю, это не повлияет никак, либо все-таки добавит очков. А как это может повлиять? Это просто граждане Республики Молдова? Ну, вы же ни для кого не секрет, что мы живем в ортодексальной стране, и не все у нас относятся так, как вы, представителям сексуальных меньшинств. Это очень плохо, что не все так относятся, потому что вот эти представители секс-меньшинств, это является чем-то сыном, дочерью, это чей-то брат, это сестра. Во-первых, это наши граждане. И во-вторых, я считаю абсолютно неправильным вмешиваться в личную жизнь людей. А это абсолютно неправильно. Даже если мы ортодоксальное государство, мусульманское государство, мы должны быть воспитанными людьми. И до тех пор, пока люди, которые входят в эти секс-меньшинства, имеют больше 18 лет, и они по собственному желанию, никто не имеет права вмешиваться в эти личные дела, абсолютно. – Я вас поняла. У нас сейчас отсутствует ваш оппонент Михаил Гимпу. Но у меня есть такая рубрика «Задай вопрос своему оппоненту». Если бы у вас была такая возможность, о чем бы вы его спросили? Я вам просто время сейчас предоставляю. – Михаил Гимпу, он абсолютно неинтересен как кандидат, и как человек, и как политический лидер. И поэтому у меня нет вопросов к нему. – Никаких, не о чем выражи? – Абсолютно. Он абсолютно неинтересный человек, и абсолютно неинтересный кандидат. – То есть правый фланг вы с ним уже не делите? Вы считаете, что это человек? – Вы понимаете, что мы на сегодняшний день пробуем создать новые политические партии, воспитать новых людей? Вот именно на вот этих европейских ценностях, где человек в первую очередь смотрится по… Есть три основных принципа уровня интегритати. – Хороший вопрос. Я примерно понимаю, как перевести. – Вот три уровня интегритати. – Даже нетерпеливость, а как там… – Да, вы понимаете, вот то, что говорит человек, то, что думает человек, и то, что делает человек, должно быть одними и тем же всегда. Вот это три основных признака, по которым нужно судить про людей. Вот мы смотрим по телевизору, человек говорит одно – в жизни он совершенно по-другому, а вот когда он просто в свободное свое время, он совершенно по-другому думает. Это является неадекватным человеком, понимаете. Я не говорю сейчас про Михаил Гимб, я говорю про вот эти три признака вообще. То есть на сегодняшний день мы пробуем создать политический класс, который соответствует этим трем принципам. – Хорошо. И у вас есть сейчас возможность обратиться ко всем избирателям Майя Санду, для того, чтобы они поддержали вашего кандидата на президентских выборах. – Спасибо. Я хотел бы обратиться к избирателям на сегодняшний день с призывом проголосовать за Майя Санду. Особенно учитывая, что каждые четыре года у нас будут проходить выборы президента. Каждые четыре года в Молдове происходят выборы парламента. Это для Республики Молдова и для нашего народа, это возможность начать новое. Мы всегда находимся в поисках новых людей. И я считаю, в обязательном порядке нужно выбирать нового человека, который пришел к власти, будучи министром, будучи начальником департамента в Министерстве экономики. Она доказала всем, что можно иметь государственную должность и не вмешиваться, не включаться ни в одну из схем по отмыванию денег, ни в одну из этих схем коррумпированных чиновников. То, что доказывает ее полную порядочность. То, что она работала непосредственно в международные финансовые структуры, говорит о ее высокопрофессиональном уровне. И нам нужен президент, который отвечает нашим требованиям на сегодняшний день. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Мне жаль, что получилось, что не пришел ваш оппонент, но мне кажется, что у нас с вами, по крайней мере, разговор получился. Спасибо за приглашение. Я желаю удачи вашему кандидату, равно как и всем остальным кандидатам этой президентской гонки. Да, я хотел бы обратиться еще с призывом 30-го. Нужно обязательно всем, без разницы, за кого вы будете голосовать, но обязательно нужно выходить на выборы и проголосовать. Я вынуждена вас прервать здесь. Спасибо вам большое. Вы смотрели дебаты на телеканале Акчен ТВ. Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Продолжение следует...